Травмы головы Маленькая собака, которую сбила автомобилем И вот по прошествии трех месяцев в конечном итоге восстановилось нормальное состояние Слайд призван показать, что даже при тяжелых травмах головы Если удалось сохранить интактность мозговых центров Если удалось сохранить от фатального повышения внутричерепного давления Такие животные спустя, хотя и продолжительное время Могут в достаточной степени полно восстановиться Собака, которую сбила подвижным составом на железной дороге Понятно, что здесь есть переломы черепа У собаки признаки гипотонии Оглушенное состояние Носовое кровотечение Спрашивается, какова тактика лечения такого пациента Господа, как будете лечить? Кто-нибудь выскажется? Манитол тут вот сказали Да, но сначала надо купировать проявление шока Да, второй раз я уже тут ранее устройство Часто, когда поступают животные, не очень хорошо их оценивают Думают, что есть вся клиника, которая обусловлена поражением головного мозга Но ведь есть же шок, который развился по другим причинам И важно неврологически обследовать этих пациентов Здесь неврологические проявления не очень хорошо видны на почве шока Поэтому очень важно сначала скорректировать гипотонию Было показано в литературе, в гуманомедицине Что гипотония ассоциировано с плохим прогнозом При этом неврологические проявления, как только вы стабилизируете пациента, хороши Но на самом деле манитолом, а вывести пациента из шока нужно в первую очередь В целом, что происходит при крупной травме головного мозга и поражении мозга Если наступает гибель животного, то это именно в основном из-за нарастания внутричерепного давления Поэтому важность агрессивного купирования этих симптомов нельзя переоценить Первый ветеринар, наверное, кто работает с этим животным, становится самым важным человеком для дальнейшего выживания По поводу некоторых методов лечения есть сомнения Не все они реалистичны, а некоторые методы лечения, типа какие инфузии называют А гипертонический физраствор или, например, гидрокстил крахмал или геттостар являются такими моментами спорными Собаки и кошки в целом довольно хорошо переносят травматизацию в отличие от людей И цели терапевтические очень разные Есть большая вероятность, что если животное выживет, они вновь смогут занять свою роль в своей социальной нише В отличие от человека, когда, конечно, осложнений много и трудность затем в социализации после травмы весьма велика у человека И тем они отличаются от людей Поэтому первая причина травм головы – это дороже-транспортные происшествия В городе, в городской черте, это падение с высоты Часто на почве пищи животное между собой деруется, большая собака вдруг, например, кусает мелкую И чуть реже, но тем не менее встречаются Наверное, такого не должно в целом быть Но иногда есть такие причины, скажем так, когда люди причиняют вред умышленным животным Поэтому можно выделить такие первичные поражения, связанные непосредственно с механизмом травмы И вторичные дефекты, связанные с совершенно другим очагом На слайде показана рентинограмма с вдавленным переломом черепа и субдуральная гематома Видно Первичные травмы, связанные с физическим нарушением целостности паренхимы Здесь и разрывы, контузии, нарушение сосудистого снабжения Все это находится, скажем так, в сфере немодифицируемых факторов Мы можем опосредованно влиять на эти факторы Вот этого котенка подстрелили из пневматического ружья Видите, входное отверстие Вероятно, всем известно, что пристреленных ранах вроде как не достают снаряд Я не знаю, вам приходилось, наверное, видеть вестерны Где в кого-нибудь стреляют, потом пулю на операции достают Или как-то еще достают Покрытие в каждом вестерне так происходит И, в общем, это не совсем корректно Поэтому доставать такой снаряд, наверное, нет смысла Есть вторичное поражение При продолжении нарастания отека, кровотечения Плюс биохимические механизмы задействуются На почве первичного дефекта А получается, что кровотечение, например, в свою очередь Запускает некоторые провоспалительные механизмы Поэтому, конечно, они между собой увязаны Раньше было больше споров по этой теме Сегодня меньше Что за тема? Тема внутричерепного кровотечения После того, как человек травмирует голову Беспокоится за внутричерепное кровотечение За эпидуральную, субдуральную дематому Кровозлияние в паренхему мозга Поэтому при травме головы Сразу парамедики назначают манитол Начают лечение от шока И тут же человека транспортируют на вертолете В специализированный центр Который работает с травмой головы И одна из основных задач Является Одной из основных задач Является выявление и удаление гематом Так вопрос стоит в гуманной медицине Вы наверняка про это знали И в свое время мне сказали Что у кошек собак механизм несколько иной У них не развивается значимых кровоизлияний После травмы головы И большую часть получается в своей жизни Я делал что-то, что имеет мало терапевтического смысла Как вы считаете При тяжелой травме головы Будет ли развиваться то же самое, что и у людей И при этом без кровотечения Может такое разве быть? Нет, конечно Так не может быть, что гематомы нету А при этом клиника сходная Ну, давайте подумаем Вот человек ударился головой Тут же вертолеты прилетают, понимаете А здесь другая ситуация Собаку сбило машиной Ну и кто-то вот Вышел и говорит, ну как? Ну не знаю Это собака чья? Соседа Боба? Пошли Боба позовем Ничего-то собака там не двигается Ну зато живая, ну ладно Ну пойдемте Боба позовем Ну пойдемте А как там, где там дом-то у Боба? А номер телефона какой? Ну и спрашивается, где специализированный центр Ну, здесь, например, не выжила собака Собаку кто-нибудь вскрывает? Но, скорее всего, никто ее не вскроет после смерти Ну нет же у собак кровотечения Мы же не видели этих кровотечений? Ну и чего вскрывать, спрашивается А на самом деле это случается Я изучал этот вопрос Ретроспективные исследования Собак, которых вскрывали Собак, которых оперировали Довольно часто Я это видел Поэтому точно так же, как и у человека Если есть травма Времени у вас мало Особенно, если у нас нет ветеринарной помощи Там, на вертолетах Поэтому на самом деле Они случаются, что бы там ни говорили И такие же субдуральные, экстрадуральные Субарахноидальные Паранхематозные кровоизлияния Это случается Во многом, как и у человека Что бы там ни считали Поэтому вам наверняка знакома Вот эта кривая внутричерепного давления Которая характеризуется экспоненциальным ростом Это довольно важная формула То есть, перфузионное давление головного мозга Это то самое давление За счет которого происходит перфузия клеток головного мозга За счет которого они живы Без этого давления Без этого градиента давления Будет дело плохо Оно рассчитывается как среднеартериальное давление Минус внутричерепное давление Внутричерепное в данном случае Выступает в качестве элемента сопротивления Которое мешает перфузии Например, отек мозга нарастающий будет мешать Плюс система ауторегуляции давления Которое, собственно, сам мозг навязывает Которое сам мозг задает Пытаясь удержать внутричерепное давление В каком-то нормальном диапазоне 50-150 мм тутного столба Плюс химическая ауторегуляция То есть реактивность артериальных клеток На концентрации оксида углерода И Скажем, такое понятие, как комплайнтность То есть гибкость системы Комплайнтность – это такое многозначное слово Податливость оно еще может означать Например, если вы надуваете воздушный шарик Поначалу он хорошо раздувается без большого сопротивления Как только он надувается больше Вам становится надувать его тяжелее Почему? Потому что его податливость уходит Или комплайнтность, можно сказать, уходит То есть потому что создается градиент давления Внутри воздушного шарика Который вам начинает сопротивляться Вы можете нагнетать до определенной степени давление И по мере того, как шарик начнет увеличиваться Он начнет растягиваться Снижается его податливость И уже небольшие увеличения давления Небольшое нагнетание воздуха Дает очень сильное напряжение стенок То же самое с этой кривой давления Сначала медленно что-то нарастает Даете преднизолон И вроде бы снижается давление Но при определенных травмах головы Происходит рост этой экспоненциальной кривой Таким образом, что небольшое нагнетание давления Существенно смещает картину Вообще, что влияет на внутричерепное давление Кто-то ко мне уже приходил в перерыве Задавал этот вопрос Как связано и внутричерепное давление И образование спинно-мозговой жидкости И спинно-мозговая жидкость, конечно, вносит свой вклад В внутричерепное давление Плюс емкость самой системы Играет роль Объем черепной коробки Резистентность к течению спинно-мозговой жидкости И абсорбирующая способность Со стороны ворсинок Паутиной оболочки Также влияет на движение спинно-мозговой жидкости Спинно-мозговая жидкостью Синтез и течение Редко когда находится под влиянием Внутричерепного давления Непосредственно Нас больше беспокоит Податливость этой системы Ее стабильность И мы исходим из того, что Эта система очень похожа на Воздушный шарик И что сообразно давлению Меняется податливость этой системы И меняется, кстати, ее объем Как объем надуваемого воздушного шарика Мы об этом скажем несколько слов позже Скажем сейчас Только то, что Здесь костная коробка И она очень мало на самом деле Похожа на модель воздушного шарика И выходов из этой коробки Не так много И при нарастании давления Там мало вариантов Поэтому начинается Грыжевое выпящивание головного мозга По ходу этих небольших Антомических отверстий Через путь наименьшего сопротивления Оттекает спинномозговая жидкость И резистентность Эта мотоку Связана с Резистентностью вообще К течению жидкости В принципе, если что-то куда-то течет На пути Есть банальная сила Трения И если ворсинки Достаточно хорошо Выполняют абсорбцию И опорожняют тракт В синусе Это одна история Если нет, то другая история И сами дуральные Синусы Синусы твердомозговой оболочки Их проходимость Вносит вклад в отток И особенно это важно При травмах головы Иногда Знаете, любят Картинки из электротехники И аналогия очень хорошая С электротехникой А кто-то говорит Переключите слайд Ничего не понимаю Поэтому я не знаю Какая здесь аудитория Если вам нравится эта аналогия С электричеством Хорошо Если нет, то Очень жаль Если уподобить Электрической схеме Давление в мозге И внутричерепное давление Как-то связать с этой схемой Картинка будет такая здесь Во-первых, есть Образование Сминомозговой жидкости Есть емкости Как конденсаторы Но это как-то становится Очень путанно Поэтому, может быть, Поменяем Слайд И такое ощущение, что здесь указка не работает Переключатель Поэтому попробую сейчас справиться иначе Не знаю, как так получилось Но что-то у нас все заглохло Вообще, теперь компьютер, похоже, застрял Таким образом This is not even close Okay There we go Alright Предпримем вторую попытку Вернуться к электрической схеме В конце схемы Есть резистивный элемент Который можно уподобить Тракту оттока Итак Синтез спинномозговой жидкости И ее отток Как раз и задает Некий градиент И этот градиент Вносит вклад Процентов на 10 Давление В синусах Твердой мозговой оболочки Вносит вклад на 90% В формировании Внутричерепного давления Поэтому именно Емкость Венозных бассейнов Как раз таки Определяет во много Внутричерепное давление И определяет характер Оттока И опять у нас Компьютер застрял Кажется интуитивно Понятно Но вот эта доктрина Монро Келли Ее никто не отменял Если В закрытую систему Чего-нибудь добавить Нужно Чтобы какой-то другой Компонент уменьшился Иначе система Не будет стабильной Иными словами Есть спинно-мозговая жидкость Внутричерепное давление Есть гемотенцифалический барьер И внутричерепное давление Будет нарастать Если чего-то Из этих составляющих Станет больше А другое Что-то не уменьшится И тут Уместно Вспомнить Этот воздушный шарик Уменьшение растяжимости Экспоненциальную кривую И идея о том Что аналогия С воздушным шариком С косной коробкой Не полностью Скажем так Сопоставима По мере увеличения Объема Снижается податливость Небольшие повышения Объема В конечном итоге Приводят к Значимому повышению Внутричерепного давления И тут не надо Быть Большим ученым Чтобы это понять И избегать Надо Так сказать Правых частей Этого графика Где эта экспоненциальная кривая Очень высока Есть ли у мозга Какие-то компенсаторные Механизмы Что можно предпринять Стремясь Помочь Пациенту У которого повышается Внутричерепное давление Можно ли снизить синтез Спинно-мозговой жидкости Нет Нельзя Пробовали разные препараты Вы можете читать В списках Препаратов В инструкциях Что они Снижают Синтез СМЖ Часто пользуют Мепрозол Например Для этой цели И было кстати Исследование На которое Все очень часто Ссылаются Где в экспериментальных Животных Показали Что инъекция Мепрозола Интратекально Это понятно Что в клинике Никто не делает Так вот Всего на 18% Снижал Синтез СМЖ Потому как Понятие Пероральное Назначение Не даст Никаких результатов У людей Ставят шунты Потому что У людей Большие желудочки Мозга А у собаки Даже без повышения ВЧД Найти желудочек Мозга Очень сложно Можно ли усилить Всасывание СМЖ В пазу В синусах Твердомозговой оболочке Я не знаю Как это сделать Можно ли За счет Вазоконстрикции Авторегуляции Уменьшить объем Того Что там Сиркулирует Ну наверное Это один Из тех Методов Которыми Работает Манитол Или гипертонический Раствор И гипервентиляция Если развивается Повышение Концентрации СО2 Если СО2 Нормальный То гипервентиляция Не поможет В плане Расширения Например Сосудов Что еще Сложно У мозга Есть конечно Определенные В кавычках Буферные Способности В плане Удержания Повышения ВЧД Но по мере Увышения Давления Страдать Будет Очень часто Это Темпоральная Область Поэтому Отек Кровотечения Довольно Быстро Может Вредить И В принципе В третье Случаев Мозг Старается Компенсировать Повышение ВЧД Выходя Через Большое Затылочное Отверстие Кстати Еще Развивается Рефлекс Кушинга О котором Вы могли Слышать Знаете Что такое Рефлекс Кушинга Кто-нибудь Знает Не знают Ну не все Знают Точнее Господа Кто понимает Идею Рефлекса Кушинга Что происходит Скажите Пожалуйста Ну Давление Повышается Мозг И Системное Давление Повышается Потом Снижается Артериальное Давление Как-то так Объясняют Его А почему Так происходит Мы Обсудим Почему так Происходит И я Объясню Почему Я это Называю Ответом Кушинга А не Рефлексом Кушинга Я объясню Почему так Происходит Что такое Рефлекс Кушинга И Почему Он важен Кому Вообще До него Есть Дело Наверное Если Это Рефлекс Вы Слышали Что При Наркозе У собак Случается Это Внезапно И Вы Говорите Ой Ёлки-палки Или Что-нибудь Еще Пожестче Говорите И Вдруг Резко Поднимается Артериальное Давление Пульс Например Замедляется И Как правило Пациент Уже Не Просыпается Поэтому Много Кому Есть Дело До Этого Рефлекса Особенно Если Вы Считать Рефлексом Рефлектором Другому Человеку Как правило Это потому Что Вам Самим Сложно Понять Сложно Понять До такой Степени Глубины Чтобы Этому Научить Должна Быть Какая-то Скромность И Понимание Что Я Не Понимаю Давайте Сейчас Попробуем Устранить Эту Сложность Может Эта Картинка Несколько Поможет Да Надо Мне Было У вас Начальник Спросить Кому Нравится Нейроанатомия Надо Было Раньше Спросить В аудитории Вот Трем Человекам Нравится В основном Может Процентов Десять Аудитории Уже Неплохо Лучше Чем У Студентов Ветеринарных Академий Вы Можете Припомнить Что Растральные Отделы Мозга Контролируют Артериальное Давление И ЧСС Кстати Говоря Это Симпатическая Парасимпатическая Часть Автомобильной Неверной Системы Поговорим Сейчас Симпатической Части Есть Растральные Вентролатеральные Ядро Так Называем Это По сути Подобие Верхнего Мотонейрона Симпатического Отдела Если Артериальное Давление Низкое Или У мозга Развиваются Признаки Эпоксии То Специальные Нейроны В этих Центрах Это Почувствуют И Будут Симулировать Симпатические Отделы Автомобильной Нервной Системы И Тогда ЧСС Повысится Артериальное Давление Повысится И Всякий раз Когда это Происходит В парасимпатический Отдел Направляется Сигнал Обратной Связи А это Каудовентролатеральное Ядро Так называемое Первое Ядро Видит Что Надо повысить Давление Второе Ядро Начинает Стараться Что-то с этим Предпринять В частности Включить Влияние Через Блуждающий Нерв Ничего Нового В этом Нет Дальше Это Идет По Ядру Солитарного Тракта Через Схиморецепторы И через Солитарный Тракт Как раз Таки даст Сигнал В соответствующие Центры Итак Вот это Ядро Переднее Имеет Тоническую Активность Оно Постоянно Поддерживает Давление В нужном Диапазоне Солитарный Тракт Здесь Постоянно Работает Он Получает Информацию В том числе От Каротидных Барорецепторов Деферентные Волокна Идут На Преганглеонарные Участи Мы все это Учили Ветеринарной Академии Учили Про Вагальные Влияния Парасимпатические Влияния Про Крайню Сакральные Отделы И про Тораколюмбальные Которые Являются Симпатическими Отделами Вам это Наверное Приходилось Слышать Во всяком Случае Вот эти Все Тораколюмбальные Отделы И так далее В каком-то Смысле Такая Бессмыслица Для многих Это промежуточное Торальное Ядро Которое Оказывает Симпатическое Влияние На кровеносные Сосуды Эти ядра Навязывают То, что Делать Навязывает Им Вот это Ядро Которое Является Верхним Мотонейроном По сути Спинной Мозг Говорит Что делать Когда Происходят Травмы Шеи Люди Например Умирают И умирают Они не потому Что они Не дышат А потому Что у них Развивается Шоковое Состояние Делать Скороеносные Сосуды И по сути Дело Гипотония И шок Поэтому Верхний Мотонейрон По сути Дело Диктует Что делать И Оппонентом Этой системы Является Парасимпатическая Часть И они Находятся В некотором Балансе Некоторые Ядра В спинном Мозге Являются Вторичными Игроками Имеют Вторую Роль Если Вы понимаете Эту картинку Тогда Вам будет Проще Понять Почему Это Светом Кушенга А не Рефлексом Кушенга Если Вам трудно Мне поверить Задумайтесь О пациентах С опухолями Мозга Посмотрите Какая у них ЧСС Посмотрите Как у них Артериальное Давление Они Вроде бы Нервные Как у Ветеринара А у них ЧСС Низкая А у них АД высокая Потому что Они очень Медленно Движутся По этой Кривой И Дальше Происходит Своего Рода Перезагрузка Спинного Мозга И вот Эта Перезагрузка Является Как раз Рефлексом Кушенга Или ответом Кушенга Каудальное Вентральное Ядро Замедляет Фронтальное Ядро Замедляет Сигналы Идущие Через Солитарный Тракт Эти Медулярные Нейроны Чувствительны К ишемии Поэтому Если Развивается Очковая Ишемия Из-за Поражения Мозга Возрастает Активность Переднего Ядра Повышается Вазоконстрикция Артериальное Давление И симпатическая Система По какой-то Причине Активнее И лучше Повышает Артериальное Давление Нежели Частоту Сверхище Сокращение Вабусная Система Как будто бы Больше В большей степени Контролирует ЧСС Нежели Это способно Сделать Симпатическая Часть Тракт Системы Поэтому Переднее Ядро Начинает Стимулировать Вазоконстрикцию Система Оппонент Начинает Работать Своей стороны Вагус Побеждает В плане контроля Над сердцем И ЧСС Замедляется А симпатическая Часть Побеждает В плане контроля За давлением То есть Получается Что две Противоположные Системы При ишемии Мозга Спинного Мозга Каждая Побеждает В своем Одна Повышает АД Другая Снижает ЧСС И при Резкой Такой Ситуации Это и называется Рефлексом Кушинга А когда Эта ситуация Медленно Развивается Если вы Обратите Внимание Некоторых Своих Пациентов Вы увидите Что этот Ответ Развивался Очень Долго Если Этим Собакам Назначить Монитол Тогда АД У них Снизится А ЧСС Повысится В принципе Вот эта вот Перезагрузка Симпатической Системы Это такой вот Новый Взгляд О котором я вам сказал Есть Эмпирические Наблюдения В поддержку Этой Теории Говоря о пациентах С травмой Отметим Что сначала Купируют Жизнеугрожающие Состояния Например Состояние Шока По принципу АБЦ Тут начинают Спорить Об инфузионной Терапии Если пациент Состояние шока При травме головы Какая инфузионная Терапия Что вы думаете Что лучше Вот вам как кажется Лично Гипертонический Физраствор Тут сказали Кто-то говорит Кристаллоиды Ну не скажу Что это сильно важно Если вам удалось Ввести животного Из шока Гипертонический Раствор Или ГЭК Или кристаллоиды Главное Чтобы Побороть Отек Мозга Важно Другое Отек Мозга Можно Купировать Например Монитолом Если ограничить Поступление Жидкости Если Купировать Отек Мозга Некоторые Думают Что от этого Будет хороший Результат Если бы это было Ведро с водой То да Но здесь Это не модель Ведра Если Припомнить Формулу Которую Я привел В начале Что Перфузионное Давление Мозга Поддерживает Его Жизнеспособность И оно Зависит От Среднего Артериального Давления Минус Внутричерепное Давление Ограничение По жидкости Развитие Гипотонии Приведет К тому Что у них Все равно Будет Низкое Среднее Артериальное Потому что Жидкости Не хватает Мозг Попытается Себя Спасти Путем Вазодилатации И Перфузионное Давление Головного Мозга Будет Снижаться Внутричерепное Повышается Среднее Артериальное Снижается Разница Становится Отрицательной И животное Начинает Умирать Поэтому Важно Вывести Пациента Из шока Иногда Гипертонического Раствора Или ГЭК Нету Но Не бойтесь Вести Адекватное Количество Жидкости Чтобы Ввести Из шока Как только Вы это Сделали Оцените Поражение Других Органов И систем Включая Травмы Спинного Мозга Полный Радио Обследование Совершенно Так сказать Это не Страшно С этим Нужно Справиться В рабочем Поряд И выполнить КТ Всего Тела Например Мы Кстати Об этом Сейчас Скажем Почему Как вам Кажется Лучше КТ Чем МРТ При Травмах Во первых Быстрее Да Еще Почему Кровь Быстрее Видна А еще Преимущество КТ Переломы Видны На МРТ Костную Ткань Не очень Хорошо Видна Вот Хотя бы Три Причина Почему КТ Выглядит Более Предпосительной Методикой Лучшей Стероиды Уверенная Гипотермия Гипотермия Говоря Господа Кто боится Манитола Боится ли Его Кто-нибудь Вообще Никто Не боится Манитола Один Боится Не Не надо Его Бояться Никому То Что В старых Книжках Пишут Наверное Уже Осталось В старых Книжках Пускай Оно Не Качует В Новые Книжки Что Они Начинают Кровить Больше Что Манитол Проникает В ткань Мозга Что Он Вызывает Всякие Там Отеки И так Далее Нет Это чисто Теоретические Построения Этого В жизни Не Происходит Именно Поэтому В гуманной Медицине Парамедики Вводят Манитол Даже Зная Что Вероятно Есть Кровотечение Я Наверное Могу Сказать Что Манитолом Можно Навредить Только В двух Случаях Если Вы Даете Его Стандартной Дозировки Во-первых Если Вы Его Храните В Открытой Емкости Вот И Дальше Например Пациент Упал И захлебнулся Этой Емкостью С Манитолом Уж извините За шутку И второе Если Вы Храните Его На полке В тяжелой Банке И Банка Упала На голову Маленькому Животному И разбилась Об его голову Вот А вот Например Инъекционная Форма Манитола А не В банке По голове Совершенно Небезопасна Так Вот Рефлекторная Вазоконстрикция Снижение ВЧД И уменьшение Объема Мозга При введении Манитола Является Таким Хорошим Его Эффектом Затем По прошествии Где-то 20 минут Развивается Осматический Диурез Именно С этим Многие Связывают Эффект Манитола Сам Осматический Диурез Чуть-чуть Снижает Объем Синтеза СМЖ Но Вряд ли Это Вносит Основной Вклад И Может Осматический Диурез Помочь Выведению Свободных Радикалов Спрашивается Надо или не надо Оценивать Осмоляльность При многократном Введении Манитола Есть Публикация И Задавались Вопросом О том Насколько Там эти Теоретические Построения Обоснованы Или нет Это Осматический Сдвиг Так называемый Если Например Манитол Устремляется В ткань Мозга Утягивает За собой Воду Вы знаете Были Эксперименты Где Показано Что Для этого Надо постараться Это надо Лошадиные Дозы Манитола Лить Чтобы Такое Получилось Поэтому Это Сугубо Теоретические Построения И В реальной Жизни Такого Не Происходит Можно Это Не Принимать В расчет Поэтому Резюнируя Сказанное Видится Оправданным Назначением Манитола Лечение Стероидами Доказательной Базы При Травме Головы Нет Но У него Есть Потенциал Побочного Действия Это Безусловно Я Понимаю Что Некоторые Любят Назначать Стероиды Я не могу Вам этого Запретить Но Вряд ли Стоит В них Так уж Верить Сильно Как Верят Например В Манитол Например Дают Манитол Потом Стероиды Ну Если Вам Уютно От Этого Пожалуйста Но Стероиды Без Манитола Назначать Наверное Не Стоит Показания К операции В принципе Довольно Обще Известные Например Вдавленный Перелом Костей Черепа Если Животное Бегает И виляет Хвостом При этом Наверное Не обязательно Сию секунду Тащить На операционный Стол То же самое При переломах Надо беспокоиться О Инфекционных Осложнениях Если Нету Резкого Повышения ВЧД Наверное Чуть-чуть Времени У вас Есть Если Вы Подозреваете Контаминированную Рану Конечно Тут Надо Тоже Беспокоиться Внутричерепное Кровотечение Повод Для Беспокойства Плохой Ответ На Террафическое Лечение Повод Для Более Агрессивного Вмешательства Неизвестно Работает Ли Ветеринарной Практике В отличие От гуманной Медицине Но Вопрос Каковы признаки Утренозгового Кровотечения И что делать Хирургически Разве что Декомпрессию Скорее всего Она В результате Операции Будет Наиболее Эффективной Удаление Гематомы Из полости Черепа Мне приходилось В принципе Наблюдать Как Пациентов Довозили Своевременно И вот Видите Пропитывание Кровью Паренхемы На терапевтическом Лечении Не очень Что-то Получалось Мы увидели На УЗИ Дематому Попытались Ее Удалить Остановили При помощи Делеобразного Соединения Кровотечения И животное Улучшилось Поэтому Наверное Как и в Гуманной Медицине Довольно Высокие Показатели Смертности В предоперационном Периоде В переоперационном Когда операцию Еще не успели Может быть Начать Выполнять Поэтому Принимая Решение О том Есть или нет Утричерепное Кровоизлияние Важно Помнить Что Переоперационные Сложнения Могут иметь Место И причем Вы не обязательно Их увидите Вы можете думать Что ее нет А она там На самом деле Есть Об этом тоже Важно помнить Например Сделать Декомпрессию Без удаления Гематомы Надо или не надо Так делать В гуманной Медицине Показано Что такой метод Тоже работает Есть другие Публикации Где говорят Что нет Не работает Я такое делал Не могу сказать Что Работает Не работает Слишком мало У меня набрано Опыта В некоторых Случаях Без удаления Гематомы Просто с декомпрессией Ничего не получалось Вы делаете Например Краниотомию Мозг просто Как будто бы Выпрыгивает С другой стороны Делаете краниотомию Там он выпрыгивает Но мне кажется Что просто Открытие черепной коробки И есть Кстати Такие Публикации Что просто Вот эта Краниотомия Позволяет На 25% Снизить Внутри Черепное давление Особенно Если это декомпрессия В дополнение К консервативному Лечению Поднятое Положение Головы Физиотерапия Питательная Поддержка Вот такое Всестороннее Лечение Может помочь Здесь Эту собаку Повредило В даже Трактном Происшествии Вы видите Что поражение Краниальных Нервов Вы видите Что нарушение Глотательной Функции Вы видите Положение Головы И постепенно Животное Восстановилось Благодаря Очень Активному Парамедицинскому Уходу В целом Прогноз При тяжелой Травме головы Осторожный Или неблагоприятный Если все-таки Пациент стабилизирован И выживает То как правило Они достаточно Полно Восстанавливаются Несколько Факторов Влияют На прогноз В частности Возраст Сопутствующая Патология Иногда Финансовые Возможности Владельцев Среди осложнений ДВС-синдром Несахарный Диабет Пневмония Как правило Статья сложнее В первые недели Две могут развиваться Судорожная готовность Сепсис При травмах головы Было показано Что судорожный Синдром Может Чаще Развиваться Бывает Что Это развивается В какой-то момент Времени Не обязательно При госпитализации Вероятность Судорожного Синдрома Раз в шесть Вырастает Вероятность Эпилепсии В шесть Ратвита Вырастает По сравнению С популяцией Здоровых Животных Однако Лично Я Не купирую Судорожный Синдром Профилактически Некоторые Профилактируют Их развитие Я этого не делаю Потому что В целом Риск их развития При травмах головы Выше Чем у здоровых Животных Но Не сверхъестественно Высок Если есть вопросы По части Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует